всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня у нас будет кулинарный влог будет как всегда готовить моя мама мама скажи я готовлю вообще дома что-нибудь конечно готовишь мне некогда мне некогда готовить кому почему на работе что сегодня будем готовить лепешки у меня осталась сметана ну она не ну как она старая она старая для того чтобы его так ложечка кушать а так в принципе она она нормальная не просрочно да не просрочно но давно открыто да то есть ее вот так вот кушать или на хлебца положить нет это уже ее надо отправить на проработку поэтому я в этот раз делаем используем сметану чтобы она не пропала лепешки это обычно творожные нет пачка творога купила вот чтобы использовать сметану творог у нас 250 грамм вот сюда еще входит сметана творог яйцо мука разрыхлитель если нет разрыхлителя то сода раньше была сода гашеная но теперь можно разрыхлитель сахар и все то есть это по принципу то все чтобы все не пропадала не на помойку там у нас на помойки нет у нас он болот ну кстати да мы крайне редко с мамой выбрасываем какие-либо продукты это вообще это если только какие-то фрукты овощи у нас ну совсем гнилые да вот совсем они стараемся до этого не доводить потому что корочки хлеба слушаем то сухарики на корочки хлеба он иногда смотришь городе целую помойки пуханки хлеба на пачку творога где-то 150 грамм сметаны ну вот у меня вот да и вот тут 150 граммов все осталось булки за день могу облизать да она у нас уже уже сидит лежит я бы сказала мало ну ладно пусть будет сколько будет перри яйцо вообще надо по творогу еще посмотреть может поменьше морда заснула сметану я говорю соль соль это идет сахар и попробуем на вкус обычно соду гашёвную там пол чайной ложки на вот на эту порцию ну а поскольку здесь разрешитель где-то чайную ложку и муки где-то 5 столовых ложек сейчас посмотрим у меня вот такая ложечка китайская раз 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 то есть это получается как бы жидкие сырники как бы жидкие сырники но тут сметанка то есть вот как бы они нежные вот такие вот такие как оладушки и лепешки и пока мама тут жарит мне очень часто вы спрашиваете точнее предлагаете маме завести свой канал вот мама почему ты не хочешь завести свой канал отдельно от меня там кулинарный какой-нибудь не ну кулинарный не я не профессиональный повар я это я это я такой вот любить ну как на обыкновенная домашняя хозяйка который вот жизнь научила подбирать остатки чтобы не выкидывать ну вот такой вот ну какой то это сейчас вот интернет есть вполне можно это нет это раз а во-вторых ну во-вторых честно говоря некогда некогда у меня не очень делал много сейчас сейчас огород начался вот туда вот вот сегодня собралась в огород идти а там холодно вот вот надо там обрабатывать а а делаешь уже не так медленно пошел туда пошел туда это же не электро веником таким работаешь правильно не молодая где-то зацепилась где-то что а если вообще за калитку выйдешь там все кого-нибудь встретишь там полдня ты же знаешь на меня полдня не будет днем с огнем не найдешь вот во вторых у меня очень много ну как вам сказать такой такой работы который нужно делать это вот ну потом ты я конечно особо не делаю кроме вот готовки ну да вот у нас как это же пределение у нас стоят униятка нет 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 мама настолько готовит это в основном мужем он печет там что-то блинчики там еще что-то ладушки там а все остальное то есть уборка глазка и стирка она полностью выполняет вот мама на кухне тут немножко прибраться там плиту но наверх я не могу у меня голова закруется вместе или нагнуться упаду то есть вот ну вот такой на уровне глаз там со стола там посуду помыть и так далее ну и плюс по поводу канала мама еще техническую часть не осуществит то есть вот монтаж загрузки вот это все то есть это все делаю я поэтому телефон у меня не очень хороший у меня дешевый некий телефон который который только чтобы по вас а там и это вот это мама не думала что оставим блогер а потом ты же не забывай у меня мне нужно рукоделие у меня рукоделие богу богу вот так вот я теперь учусь на коклюшке мне нужно делать валик уже три недели не могу валик то сперва опилок не дождаться то теперь это самое теперь надо шить но не когда-то надо вот опилки дождалась теперь надо этих просеивать надо учиться вторых у меня вышивка мне нужно дню рождения женщины вышить подарок вот а это же тоже время там не кровь как бы не сложно но там это все так мелкость мелкость сеть сеть полностью сеть полностью и вышивать не получится потому что потом отвлекается то это тут вообще не на празднике нервничал у меня с этим с компьютером паразит компьютер мама не работа да ну его это самый заглючил и всего и все и все и все и прямо хоть хоть волком вот не просто некогда это а потом а потом а че я буду трудиться вон пожалуйста я сказала и все остальное пусть он одет а это же надо отвечать о не нет есть конечно может быть такие я видела женщины которые занимаются этим самым моем возрасте может помоложе там по вышивке занимаются этим каналом они эти самые так они уже они без детей уже дети все выросли уже тоже выросли они отдельно живут они отдельно живут понимаешь вот и они ну что у него ушел на работу она одна ничего на чайку чайку себе попьет сделать попьет там чайку 10 раз за день сидит вышивает так что так что мама у меня женщина занятая а потом лето хочется будет просто вот так вот нагло сесть в качели и сидеть на игру сеть вот так вот на это самое на диванчик качаться и чем-нибудь распарывать или просто так вот сидеть я в этом году даже соловьев не послушала ужасно я знаю где толки живут в пещере большой маленькой ну ладно вам еще будет делать салат вот такие вот они получаются они внутри горячие они получаются как оладушки но только не завите створожочком тут очень нежные но можно же и большую лепешку делать вот последнее дело большую я много не положила сахара можно побольше если просто чайку но товарищи будут у меня есть со сгущенкой поэтому чтобы что-то не слиплось ну да это мы сделала не очень сладкий а так вот я делаю вот на такой маленьком огоньке чтобы она пропеклась в умение в духовку не ставить а чтобы вот это все тесто пропеклось поэтому они тихонечко 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 вот так вот обжариваются вот по вкусу что-то среднее между оладушками сырниками и блинчиками да что-то такое вкусно очень ну главное что сметана не пропала нет конечно она не пропадет вот товарищ у меня который съест уже 5 секунд сметану поэтому можно использовать вкусненько ну сода вот это именно сода вот это или же разрыхлитель он дает как раз именно вот эта нежность она не поднимается и такого нету вот такой вот прилипшийся и не пропала сметану вот самое главное а что все делаешь салатик будет опять видишь остатки вот такой вот маленькая сейчас будем салатик обыкновенный это самое капуста яблочко и зелень и сметанка и все самая простая витамина но видишь она поскольку тут остатки все уже после великих праздников все подъедается то что не доело нет а чё ты хихикаешь вот на самом деле вот например да осталась старая колбаса кусочки мяса такие заветрившие их выкидывать да нифига их это собирается замораживается пакетики нарезается а потом великолепно делать сборную мясную солянку вот и все самим двигать нет а если там такое то самое остается же бывает там или горбушки какие-нибудь робки как их там называют колбаски кстати магазин иногда продается прямо набор называется для солянки для пиццы это не во всех магазинах это мы тогда покупали в сезоне вот так что вот так вот в общем сейчас нашинковывается капусточка ну вот у меня вот столько получилось капусты я немножко пожимкала так вот без соли сахара так чуть-чуть чтобы она берет яблочко вот у нас единственное осталось вот сейчас нарезаем соломкой вообще сюда должен еще вот например если капуста такая вот она уже зимняя например зимой там да то сюда еще вот корень сельдерея вот эти такие здоровые вот такие здоровые которые взяли вот такой вот сельдерей который на вгороде растет ну не корень ну вот все будут куда он дает такой немножко запах такой витаминный вообще это салат по идее витаминные видите как а вообще салатом сами посетила такой салат это месиво я кожу не стала снимать потому что я пока на минутку рыхловато и такое мягкое поэтому его чтобы держалась немножко форму а так если крепкая яблоко то якоть жестко так то мужик уже снять вот еще сюда идет хрен но поскольку у нас хрена в доме нету кроме горчицы вот я взяла листочек хрена хотя бы для вкуса так для запаха вообще вот там должны быть чайная ложка хрена то есть вот такое сочетание капуста яблоки зелень сельдерей хрен то есть вот он очень необычная такой вот супер витаминный потому что по идее это все все такое вот витаминное это обычно зимой так хорошо сейчас вот это сейчас вот еще вот у меня такой лучок ноут он будет заменителем не как бы хрена и сочетание капусты и сметаны получается нормально то есть обычно привыкли ли масло майонез там ну капуста например майонез и колбаска копченая там тоже вкусно ночью вот это вот такой вот зеленый салат получается ну ну да по идее поля витамин не ну витамин почему этот самый лук вот этот то что у нас его надо есть иначе он сейчас твой пойдет нет масло и почему сметана масло и яблоки ну как бы растительное как бы не знаю это за любителя ты я не знаю масло а так получается видите сельдерем пахнет дальше шоржая СОРСАНОМ а и вот такая вот у нас получается вкуснятина вот такой салатик или лепешечки что всем кто кушает приятного аппетита я надеюсь вам понравилось такое видео не забывайте подписываться на наш канал ставьте пальчики вверх нам это очень приятно всех любим целуем и до новых встреч пока пока